Царь Небесный И очисти на всякие скверы, и спаси, благослови наше занятие. Господи, благослови наше занятие, не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания Божественных слов. Прибудь с нами и в этот благодатный вечер. Хвала Тебе, честь и поклонение Отец и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Второе послание Коринфянам, 12 глава, 20 стиха. Ибо я опасаюсь, чтобы мне по пришествии моем не найти вас такими, какими не желаю. Так же, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете. Чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков. Толкование. Видишь ли, какое отеческое попечение. Другие согрешили, а Павел устрашается. И не прямо вытянутся, но сразу. Мама Шаповалова, слышите меня? Да, да, да. Микрофон выключите, пожалуйста. Сейчас. Не можете? Не знаю как. Ну, узнаете, потом присоединитесь. Присоединяться умеете? Правой кнопкой на группу и присоединяйся. Да я через телефон сейчас. Я вас пока отключу, потому что шумно. Чтобы мне по пришествии моем, говорит он, не найти вас такими, какими не желаю, развращенными. И по необходимости, чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете, то есть отмстителем и наказывающим. Ему следовало поставить на первом месте гордость, потому что они кичились над ним. Но чтобы не показаться ищущим своего, он сначала говорит о том, что имеет общее значение, ибо от зависти и виты происходит все остальное. Алло. Да. Алло. Здравствуйте. 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 У нас занятия по изучению битвы идут. Алло. Я задел это, видать. Перетаскиваю. Ну-ка. Пиши, иди. Присоедини. Присоедини нас. Присоедини нас. Присоедини нас. Невежда. Давайте Сергею еще отправим. Давай Сергею еще. А это что у него не пикает разве? Смотри. Смотри, в красной рубашке. Промелькнула? Нет. Где-то она промелькнула. Присоедини нас. Ну-ка, что мы здесь? Давай сюда. Пиши пупков. Вот он сразу вылез. Давай. Нажимайте. Присоедини нас. Скорее. О. Похоже, я задел еще это. Так это не аккуратно. Эрбер. С ошибкой. Вон. Так. Видишь как. Вот старался перенести. Она мешает тут считать. Она маленькая такая-то. Я ткнул, видно, задел даже. Теперь боюсь и трогать ее. Видишь, как нехорошо получилось. Нету? Он и не знает, что нас нету. Он не знает, что нас нету. Он не ест. Ты видишь, что нас нету. Давай. Я написал, он может сейчас видеть. Я написал всех, но многих, и не просто, которые согрешили, но и не покаялись, потому что пребывающие в язве достойны соболезнования. Он также не открывает их, давая им удобный путь к покаянию. Ибо для того он и упомянул о покаянии, чтобы они к оному обратились. И чтобы, когда придет, ему не пришлось их наказать. И потому сокрушаться, то есть крайне печалиться. Заметь еще, что о покаянии он упомянул ради наватиан. Под грехом разумеет всякую нечистоту, потому что всякий грех оскверняет. Или же, в частности, мерзости плотского смешения. Ибо в Каринфе был не один прелюбодей, но многие. И притом во многих видах сладострастия. Вопросы? 2 Кориффинам 13 глава 1 стих. В третий уже раз иду к вам. При устах двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. Полкование. Как сам Бог много угрожает, но всегда медлит наказанием, так и Павел, подражая ему, собирает наперед много свидетелей, говоря, как написано, что при двух или трех свидетелях будет твердо, то есть утвердится всякое слово. Про законе 17.6. Так и тремя моими пришествиями каждое угрожающее слово мое определено и подтверждено будет против вас, если вы не покаетесь. Ибо он на место свидетелей ставит свои пришествия. Пришествия. Вопросы? Игнат Тихонович, у вас есть что добавить по вышесказанному? Нет, ничего нет. Тут понятно. Не надо грешить, он не будет грозиться. Все. 2 Коринфянам 13.2. Я предварял и предваряю, как бы находясь у вас во второй раз, и теперь отсутствуя, пишу прежде согрешившим и всем прочим, что когда опять приду, не пощажу. Толкование. Прежде сказал вам и опять говорю, как во второе пришествие, находясь у вас, сказал, так и ныне этим посланием возвещаю вам тем, которые согрешили, как нуждающимся в исправлении, впрочем же, как свидетелям, что когда приду опять, не пощажу. Не сказал, накажу, но употребил отеческое слово пощады, ибо если найду, говорит, не исправившимися, то не стану откладывать долга. 2 Коринфянам 13.3. Вы ищите доказательства на то, Христос ли говорит во мне, он не бессилен для вас, но силен в вас. Толкование. 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 его силу. Таким образом он выражает такую мысль. Поскольку вы прежде видели опыты, то уже вполне знаете, что он не бессилен для вас, но силен. То есть имеет силу. Или же слова эти имеют такой смысл. Что? Он показывает над вами свою силу в этой жизни, когда вы можете исправиться. Поражает вас теперь, чтобы помиловать в день суда. На неверных же покажет свою силу в самый день суда. Вместе с тем он показывает, что хотя и накажет, но накажет не сам, а Христос. Вопросы? Да, тут есть что сказать. Абсолютно сегодня обстановка не похожа на ту, которую апостол Павел показывает здесь. Придумали новое слово, которого никто не знал. Все знали слово экономно, бережливо. А они придумали слово и экономия. Откуда оно взялось? С какого языка? Что? Пощада. Я говорю, ну ты видишь, что человек пьяный. Ой, прихожанин. Ну что вы, да как? Люди и так слабые. Как я буду? То есть развратитель стоит, развойник. Он ничего не может сказать. Павел не боялся. Ну я сейчас награжусь им. Да он любовью сегодня скажет. Да пошел ты, Поп. Буду я слушать. Там баптисты, там адвентисты. Куда хочешь уйду. И все, ты от меня копейки не получишь. И он замолк сразу. Потому что он боится. Павел не боялся. И он затоуз говорит. Когда согрешают, говорит, мы все равно наведем порядок. Хотя бы я один остался, но правды мои не уступлю никому. Вот как надо рассуждать-то. А они показывают, кто? Попы-то. Подкаблучники. Которые, так говорят, они все боятся. Там баба руководит в доме. Попадья, а не поп. Поэтому сегодня послание так попадья надо писать. Павел не боялся, говорит, я вас накажу. И наказывали ни на день, ни на два. Они не могли в храм зайти. Иногда до десяти лет стояли на улице. А они уйдут. А это его выбор. Никто не держит. Но беззаконие, что он будет стоять в храме, беззаконник, пользы никакой, надежды никакой. А когда он его отлучил, он стоит на улице, а потом еще десять лет стоит в коридоре, а потом еще десять лет не причащается. По тридцать лет отлучали. За прелюбодеяние семь лет. За аборт десять лет. Ну и тогда все разбегутся. Никто не разбегался. Вот это место сегодня с мященником начнешь показать. Да, это были временные меры такие. То есть они разбойники. Они попирают все правила, каноны. Никакого спасения. Там нету. Отойди от него. Он гибнет сам и того, кого ведет. Два слепца. Вот об этом много говорит Иоанн Златоуст. Если и пятимью не накладывает, а экономия прикрывается, гибнут оба. Он давно погибший, почерневший. Мы его только не видим. Как правило, сколько, я не знаю, но абсолютное большинство священников сегодня это подкаблучники. И он боится кого-то тронуть. Да бабушка настолько перенесла. Я отлучу. И так уж при смерти тебя это не касается. Реанимация вызовет, когда нужно причащать. Поэтому из православия сделали непроходимый терновник. Там пройти невозможно. Все грешники, пьяницы, блудники, табакуры. Я православный. Я сколько лет сотрудничал с тюрьмой. Убийцы, гомосексуалисты, наркоманы. Все православные. До одного. Ни одного, ни адвентиста, ни еврея. Вот весь ответ. А если стучится кому-то быть близко к священнику, обязательно ему скажите, почему же строгости-то нету? Если такой отец, который не наказывает, это, если незаконные дети у него, ему разницы нету. Ну, не его дети, а это твои дети. Другого нету. Чаще наказывают розгой. Павел наказывает, наказывает, он его не бьет. А он его выставляет за дверь. Вот такой был смысл. Все. Благодарим. Второе Коринфянам 13, 4. Ибо хотя он и распят в немощи, но жив силою Божию, и мы также, хотя немощны в нем, но будем живы с ним силою Божией в вас. Толкованием. Многие соблазняются этими словами, но знают, что немощью называется слабость тела. Немощью также называется нетвердость в вере, как в словах немощного вере принимайте. Римлянам 14, 1. Немощью, наконец, называются ковы опасности, унижения, как в словах благодушиствуя вую в немощах. Второе Коринфянам 12, 10. И тому подобное. В этом последнем смысле Господь распят был в немощи, как потерпевший преследование опасности и оскорбления. Ибо все это кажется происходящим от немощи. Посему, как проповедь Павел называет безумием, 1 Коринфянам 1, 21, не потому, что она была безумием на самом деле, а потому, что так о ней думали неверные. Также точно он говорит, что Господь распят в немощи, не потому, чтобы так это было на самом деле, но потому, что так представлялось неверующим. Но он жив силою Божией, то есть силой Отца или Своей собственной, ибо все, что принадлежит Отцу, принадлежит и Ему, и все, что Ему принадлежит, принадлежит и Отцу. Таким образом, им обща и сила, или лучше, Он сам есть и сила Отца. Так Он сам воскресил Себя согласно собственным предсказаниям. «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Евангелие от Иоанна 2, 19. Все это Павел говорит потому, что его презирали, как гонимого, терпящего напасти, приписывает их немощи и показывает, что Христос от этой, как думают немощи, не потерпел нисколько вреда. Но, то есть, мы терпим преследование, нас гонят, ибо в этом и состоит немощь, в нем, то есть ради него и его слова. И как он не потерпел вреда, подвергшись злоумышлениям, так и мы не потерпим, но будем живы с ним, то есть явимся непобедимыми в вас, то есть ради вашего спасения. Может быть так же, что в этих словах он устрашает их, хотя вы и думаете, что вы немощны, но мы живы в вас, то есть чтобы наказать вас, если не исправитесь. Второе, Коринфянам 13, 5. Испытывайте самих себя, верили вы, самих себя исследоваете, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас, разве только вы не то, чем должны быть. Толкование. И что я говорю о себе самом, что во мне говорит Христос, что я силен, хотя подражаю ему распятому и не приступаю к наказанию. Ибо и вы, если захотите испытать себя, увидите в себе Христа, поскольку все вы имеете веру, или веру обыкновенную, или в частности веру чудодейственную, ибо верующие тогда творили чудеса. Таким образом, если в вас, учениках моих, Христос, то тем более во мне, учители, если вы не лишились дара чудотворения, который получили, намекает, что они живут беззаконно, ибо многие, имея веру, не имели силы творить чудеса, потому что жили беззаконно. Смысл слов следующий. Вы, кажется, не знаете самих себя, того, есть ли в вас Христос. Его нет в вас, потому что вы не то, чем должны быть. Но он выражает эту мысль непрямо, а говорит неопределенно, чтобы не поразить их. Вопросы? Не поразить, это как понимать, не поразить их? Ну так и понимать, не огорчить, как словом же тоже можно поразить. Он же им угрожал до этого, а наказывать не хотелось, хотелось, чтобы они исправились. Вот он им продолжает ее. Ну вот сами-то себя исследуете, верили вы. Если у вас Христос, то кто у вас Учитель? Я, значит, и вам не Христос, я же вам, благодаря мне вы, вы веровали, получили. А вы ко мне так относитесь. Пошли за лжиапостолами, а меня презираете. То есть он их опять возвращает к себе от лжиапостолов. Они насмехались над ним, не веря, что он имеет силу их наказать. А он действительно имел такую силу. Об этом и пишет. Сегодня-то, конечно, ничего этого нет, потому что кругом-то лютые волки, нещадящие стадо, не накладывают ни наказания, ни эпитемии, всем все прощается. Где нет наказания, нет воспитания. И они думали, что и апостол Павел такой только в послании силен, а на деле-то прыгит, а по головке погладит, все в макушку поцелует. А он пишет, нет. Ну, вот у святых перед предки наши не щадили вас, и от нас пощады не ждите. Так и нужно нам сегодня поступать. Кому, вернее, нам? Учителям, священникам. А у нас сейчас любви один развели. И вот здесь как раз он и говорит, что может их поразить, как, да? Очень просто. Есть у него на то и полномочия, и сила, и власть. Но он, видите, говорит им неопределенно, так вот, как бы, ну, чтобы уж постепенно, как говорится, и на совесть давить на их. не так в лоб сразу. Второе, Коринфянам, 13,6. А нас же, надеюсь, узнаете, что мы то, чем быть должны. Толкование. В этих словах заключается сильная угроза, ибо смысл их таков. Вы желаете приобрести сведения посредством наказания. И я надеюсь, что мы будем в состоянии дать вам доказательства того, что мы то, чем быть должны, и не лишились дара знамения и сил. Или же мы не развратились в своей жизни до того, чтобы Христос должен был оставить нас. Он пребывает в нас вследствие нашей благочестивой жизни и накажет неверующих находящихся среди вас. Славливаете смысл? Они грешили и думали, что апостол Павел не накажет. И не боялись. Не было у них ни страха Божия, ни страха Учителя своего, ни благородовения перед ним. И он вот этот страх наводит так это любя, так скажем постепенно. У него не было желания их наказывать. У него было желание, чтобы они до того, как он придет к ним исправились. Поэтому и угрожает. Давайте исправляйтесь, а то узнаете силу Бога. Я вам покажу. Христос он не только прощает и милит, но он еще и наказывает. Какой пример из Евангелия? Вместо смоковницы не нашлось на ней плода, и он сказал слово, и она зашелся. Тем самым Господь показал, что он не только может прощать грешников, но и наказывать не раскаявшихся. Это мой брат, можно дополнить чуть-чуть? Давай. Доказатель того, что апостол Павел имел силу, это мы читаем деяния апостольские, когда апостол Павел ослепил Елиму Волхва, который препятствовал, когда он проповедовал. Он с гневом посмотрел, и ты будешь ослеплен до времени. Да, не только ослепляли, даже умерщвляли. За что? Продавали имение и ложили к ногам апостол. И муж с женой договорили, что они продали за столько-то, а давай скажем за столько-то, за меньшую сумму. Казалось бы, что тут такого, но подумаешь что, могли вообще бы ничего не давать, ничего бы им не было. Однако дали и солгали. Он говорит, мы солгали Духу Святому и умертвил и мужа и жену. 2 Коринфянам 13 7 Молим Бога, чтобы вы не делали никакого зла, не для того, чтобы нам показаться, чем должны быть, но чтобы вы делали добро, хотя бы мы казались и не тем, чем должны быть. толкование. Заметь его милосердие. Его презирали, поносили, как человека, не имеющего силы, и только хвалящегося на письме, а он не только отменяет наказание, но и умоляет их не согрешать, чтобы не довести его до необходимости наказать. «Ибо я не о том стараюсь, чтобы явиться, чем должен быть, и имеющим силу наказывать, но чтобы вы всегда делали добро и каялись, если согрешите. И пусть я буду считаться не тем, чем должен быть, пусть я буду для многих казаться слабым и бессильным, как не нашедшие возможности наказать вам». Он не желал быть на самом напротив, он явил себя искусным, научая своих учеников не согрешать ни в чем, а сказал, «Мы казались не тем, чем должны быть, выражая тем мнение многих». Вопросы есть? Вроде понятно все. Второе Коринфянам 13, 8. «Ибо мы не сильны против истины, но сильны на полковании». Чтобы не показаться льстящим, он говорит, «Я вовсе не из тщеславия делаю это, то есть утверждаю, что мы не будем иметь силы наказать вас, когда найдем вас непадшими». Если даже мы попытаемся сделать это, то Бог не окажет нам своей помощи, ибо Он дал нам силу для того, чтобы мы произносили суд сообразно с истиной, а не против ее. Истинный же суд произносит тот, кто наказывает заслуживающего наказания, а тот, кто пытается наказать несогрешившего, поступает против истины. Второе Коринфянам 13, 9. «Мы радуемся, когда мы немощны, а вы сильны, а всем-то и молимся о вашем совершенстве». Полкование. Слова эти показывают сильную преданность апостола Коринфянам, ибо смысл его слов таков. «Не подумайте, что я печаюсь о том, что не могу показать на вас свою силу в том случае, когда не приткнетесь. Напротив, я весьма рад, когда сам немощен, то есть считаюсь немощным, как не показывающий никакой силы в наказании вас. И когда вы сильны, то есть добродетельны и свободны от падения. Смысл слов его таков. Я не только желаю этого, но и молюсь, чтобы вы были безупречными и непорочными, то есть совершенными, не делающими никакого повода к наказанию». А у нас, к сожалению, принято чаще исповедуйся, чаще причащайся. Вот это вот почему Игнать Тихонович, почему такой перекос произошел? Зачем им чаще надо? Чаще? Это не он делает, это враг душ делает. Вопрос даже ставить тут не надо. Если это ведет к смерти, то, говорим, кто к смерти подталкивает? Сатана. Да как, через причастие? А что удивляться-то? Вот мы считаем 19 января житие святого Макария Александрийского. Причащаются люди, все у нас как причащаются, свечек купил. А он видит, как черные эфиопы, черти, мешаются по церкви, и людям вместо причастия толкают уголь из ада. Вот все причастие. И где эти люди будут? Эта картина-то страшная. Никто этого не видит. Хоронятся святыми, упокой, ладаном пускает, а рядом куча бесов. Туалетной водой его поливает и пеплом сыплют. И говорит, будьте вы прокляты христиане, человека, повинного во всяком зле, прокурора края хоронят, а вы говорите со святыми упокой, будьте вы прокляты попы. Это демоны говорят. Почему эти жития святых-то не считают? А какой? А Мария Египетская? Она 40 лет в пустыне ни слова не сказала. Вот все, теперь во святые. Ты попу ничего не делай замечания, он тебе во святые запишет. Плати деньги покупай свечки. Это все понятно, кто это все делает. Я сегодня ролик поставил об Ездре отдельно и Нееме. Высших людей в Библии нету. Ни Давид, ни Соломон, а Ездра и Нееме, за которым ни одного прокола нету. И что они Библию собрали, книги, вывели из плена людей, строят стену. Их в списках нету канонизированных, нету. А кто монахи? Потому что против их жизни, жизнь Нееме и Ездры это жизнь ангелов. А они их вообще как будто их не было, выкинули. Сегодня ролик поставил, посмотрите. Вот почему они так делают чаще. То есть причастие без священника это нельзя. А я тебя не допущу и все, говорят, ты под забором сдохнешь. Они играют причастием. Это самая страшная игра. То есть они неверующие. В одном алтайском правде только при Максиме было данное каждый пятый священник запрещен незабоугодные дела. А дальше уже некуда. Так сегодня я когда сказал у вас устаревшие данные сегодня намного больше. Совершенно чужие люди. Никакого отношения к церкви не имеют, а их в попы ставят. Ему показывать надо счастье. Он теперь наглаживает его, и в ад отправляет, и делает сыном гиенны. А златоуз говорит, я мое тело, говорит, псам, собакам лучше отдам, чем тело Христово недостойно причащающимся. Спроси кого нет причастия сегодня за грех именно. Вообще нету экономия как у сектантов. Динаминация конфессия динаминации какой-то конфессии а этих слов нету. Это слово ересь сатана прикрыл двумя покровами. Динаминация и конфессия а на самом деле под каждым покровом еретик еретик есть церковь и ересь маленько ты открой глаза ты увидишь что открытым текстом все идет. и поэтому специально во время поста еще и Гавели как Достоевский пишет как об этом говорит он Парфене что князь когда Петр шел говорит ему на исповедь колени подгибались от страха вот как его князь на его земле на княжеском монастырь стоит а он как исповедовал то вот это был настоящий хозяин положения ты избери такого наставника строже которого нет во всей вселенной тогда будет надежда спастись люди которые с детьми это только играют они дети это никакие расслабленные а которые учатся всему то есть у баптистов был генеральный секретарь Карев Александр Васильевич и он говорит мама осталась одна и она руки не опустила работала и думала куда нас пристроить детей и она нигде не нашла у русских а нашла только у литеран очень строгий был наставник немец и она отдала нас туда надо убирать подметать а он бросит какой-нибудь маленький гвоздик под кроватью если ты его не нашел без обеда останешься из него какой человек вышел другое дело что она отдала неправославным строго воспитание у Саворова было считай его биографию кем он стал так и в церкви каждый день из книги правил нарушается 413 правил вообрази себе 413 ты за машину садился тормоза не работают руль не работает не мигает электричество куда ты поедешь вот и все 2 коринфянам 1310 для того я и пишу сие в отсутствии чтобы в присутствии не употребить строгости по власти данной мне Господом к созиданию а не к разорению толкование сильно устрашивший и выставивший угрозы теперь представляет оправдание этого я потому так написал что желаю чтобы угрозы и строгость остались только на письме и не осуществились на самом деле ибо я непременно накажу неисправившихся так как Господь дал мне власть этим он показывает что через него наказывает сам Господь показывая же что не желает пользоваться своей властью для их наказания прибавляет к созиданию а не к разорению то есть Господь не хочет разорять или наказывать но созидать то есть благотворить однако же наказывать неисправимых есть созидание серёжа больше не подключайтесь научитесь микрофон выключать потом подключаетесь у вас шумно очень второе коринфянам 13 11 впрочем братья радуйтесь усовершайтесь утешайтесь будьте единомысленны мирны и Бог любви и мира будет с вами я говорит толкование я говорит сделал свое дело вам осталось поступить соответственно мне ибо если вы исправите свою жизнь то приобретете неувидаемую радость совести хотя я и обечалил вас словами далее усовершайтесь то есть будьте совершенными и в учении и в жизни и восполните то чего недостает вам поскольку было много искушений и опасностей то он говорит им ищите утешение в себе самих друг в друге и в собственном изменении науши ибо совесть блага есть великое утешение будьте единомысленны мирны об этом он просил их как находящихся в несогласии и в первом своем послании первой главе 10 стихе единомыслие относится к догматам а с согласием мирны понятия противоположное раздору называются отношения людей друг к другу поэтому павел требует того и другого он не только убеждает их но и молится о них или же в словах сих заключается не молитва а предсказание того что если вы взаимно будете сохранять мир то бог будет с вами бог называется богом любви потому что он есть источник ее или потому что он обильно являет ее в нас или же потому что где любовь там и он и является ее господом также богом мира называется или потому что есть источник его или потому что примирил небесное с земным или же потому что он господь его как собственность вопрос второе коринфянам 13-12 приветствуйте друг друга лапзанием святым приветствуют вас все святые полкования непритворным и коварным подобно иудиному поскольку для этого мы целуем друг друга чтобы более воспламенить любовь ибо через уста преимущественно пред другим членами перед другими членами соединяются души лапзающихся также входя в дом мы целованием выражаем свое единение или же поскольку мы храм божий уста же преддверие этого храма то мы целуем это преддверие ибо через него входит в нас Христос во время прочищения присутствующих он объединяет целованием отсутствующих отсутствующих же приветствия но и тут соединяют уста потому что приветствие от них исходит вопросы второе коринфянам 13 13 благодать господа нашего иисуса христа и любовь бога отца и общение святого духа со всеми вами аминь толкование соединив всех он по своему обыкновению молит да будет на них благодать сына через который он спас нас не делами нашими но благодатью сам потерпев заклания за нас и затем как бы будучи спрошен откуда благодать откуда эта благодать сына отвечает из любви отца что же производит она общение святого духа то есть причастие при общении его силу коего мы освещаемся соделавшись впоследствии вселения в нас утешителя причастными его и сами становимся духом не по природе но через общение какое же основание имеют отвергающие духа по той причине что Павел не упомянул о нем в начале послания здесь он упоминает исполна перечисляет троицу которая да сохранит нас твердо держащимися догматов и провождающими непорочную жизнь дабы мы были совершенными рабами в троице совершенного Бога которому слава во веки веков аминь аминь вопросы Игнать Тихонович есть что добавить аминь по милости Божией послания Коринфянам 2 прошли и переходим теперь к посланию к Галатам апостола Павла глава 1 стих 1 Павел апостол избранный не человеками и не через человека но Иисусом Христом и Богом Отцом воскресившим его из мертвых толкованием точно же и отвергает что он ученик людей ибо не людьми но свыше и от неба он призван и не через человека но через самого Христа ибо хотя крестил его Анания но не он призвал к вере а с неба Христос почему же он не сказал Павел призванный но апостол потому что о том и была вся речь говорили что людьми он избран в апостолы против этого он и восстает показывая что это неверно книга Деяний говорит еще что духом он избран на апостольство Деяние 13.2 и так ясно что едина воля сына и духа и отца заметь также то что предлог чрез относится и к слову отец а сын по именовым первым это ради еретиков которые очень заняты были этим очень кстати упоминает о смерти и воскресении чтобы убедить впредь не держаться закона который ничего не принес для них но Христа за них умершего и воскресшего и потому удаляться от такого благодетеля есть великое неблагоразумие говорить же что воскресил его отец с одной стороны по немощи слушателей а с другой потому что все что творит сын относится к отцу ибо не бессилен был воскресить себя тот который даже уверовавшим в него дал силу воскрешать мертвых посредством одной тени своих тел вопросы Игнать Тихонович есть что добавить вера если вера есть то все как воскрешать дал тела я вот сегодня скину этот материал завтра в событиях дня ну показывает свидетельство на весь мир заголовок такой у ролика ну и это там марущак мне подкидывает ну я ткнул посмотреть-то надо но вижу за кафедрой стоит человек очень уже пожилой видно там может лет 70 худой такой бритый ну видно что не православный но я решил все-таки слушать оказывается он стоит на кафедре в организации объединенных наций и рассказывает как с ним случилась авария и как он умер и врачи у него справки на все и все врачи показали остановилась все кровь остановилась в ногах в руках в мозгах везде все там сколько там 5 минут больше уже омертвения у него 45 минут его везут и в дороге его Господь коснулся когда скорая помощь шла и дальше что с ним было он не говорит что показано было но главное чудо явное и теперь когда он все сказал а все поднимал руку врачи бессильны врачи качают головами врачи не верят а мой Бог все это делает и показал на небо и поэтому служить надо Христу а тут сидят и видно и коммунисты и масоны вообще смелое выступление а по ее мое первое впечатление когда я глянул было такое что да и смотреть то может нет времени у меня просто не жалею очень сильное в таком месте и так сказать ну правда там зал был может быть одна десятая часть людей немного было воскрешать Бог воскрешает но за это как еще раз называют как название ролика еще раз скажите как название ролика сейчас я открою я не просто скажу абсолютно точно сейчас минутку только мне надо открыть кто у меня там кто-то подошел глянул у меня вот свидетельство на весь мир свидетельство на весь мир на ютубе зарядить но у меня тут показано как у ютубе много написано с этих цифр когда будет событие дня то люди это увидят я говорю что я посмотрел не жалею не жалею он говорил очень убедительно что это пережито я сижу и думаю а вот люди которые слушают могут поверить трудно не поверить трудно не поверить во первых его возраст как он выглядит какой он сухой и далее рассказывает и на все у него документы документы от врачей там в больнице где был ну мертвый лежал мертвый но не говорит ни о каких видениях ничего этого нету просто медицина свидетельствует вы поставили в тупик всю нашу медицину этого не может быть потому что вся кровь загустела она не может двигаться все отмерло и он внезапно ожил и притом вот видите как я стою и говорит на память не считает нелишенный разума очень убедительно просто благодарю это Владислава Марущака который подкидывает мне такие материалы во славу Божию каждый может посмотреть только смотреть надо очень внимательно медленно и к себе применять сумел ли бы так выступить все таки трибуна ООН это не уличный проповедник все что-то звука нет звук исчез я в чате выставил можете посмотреть этот ролик ну вот сейчас на что да что-то губы у тебя шевелились а я не слышал что там было а у меня микрофон был отключен я как раз ролик отыскал микрофон отключил включить забыл Галатам 1.2 и все находящиеся со мною братья церквам галатийским толкованием так как клеветали что он один это проповедует то показывает теперь что и другие многие разделяют его мнение обрати внимание на его негодование и скорбь не сказал ведь он возлюбленным освященным или церквам божиим а просто церквам галатийским а так как они разногласили между собой то вполне справедливо называют их многими церквами и вместе с тем к пробуждению в них стыда соединяет их в одно посредством этого имени церкви ибо те которые разногласят между собой во многом не могут называться этим именем которое означает согласие ну вот вопрос то тоже в СК каждая деноминация называет себя церковь 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 и здесь тоже пишет церквам галатийским то есть надо различать именно православные поместные церкви и церкви которая называет себя церковь поясните пожалуйста так ты объяснил уже ну и все все абсолютно правильно то есть поместные это значит в зависимости от местности русская православная церковь в России там сирийская там иерусалимская разные это все тоже церкви и церкви их немного она одна но по местности их разделяют галатам 1.3 благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа толкование так как они находились в опасности лишиться благодати и приверженности к закону то он им ее и желает и так как они враждовали против Бога устанавливая подзаконное то он отменил устанавливая подзаконное что он отменил то призывает их к миру Бог стал Отцом вашим каким образом через закон к которому вы склоняетесь или через крещение Христова как же после этого вы отвергаете благодетеля и заметь от Бога Отца поставлено без артикля ради тех которые ставили сына ниже отца на основании того что Иоанн говорит и слово было Бог без артикля не закон наш господин но Христос Иисус и самые даже имена указывают на его благодеяние ибо Иисусом он назван так избавивший народ от грехов а Христом от помазания духа которым помазан ради нас осветив нашу природу своим воплощением и дав нам право так называться Игнать Тихонович напомните вот об артикле что значит определенный артикль не определенный артикль ну как это в немецком языке и в английском это очень хорошо известно вот они подходят и говорят ты пророк они спрашивают просто пророк то есть один из пророков а другое там стоит допустим the или der в немецком языке если то не определенно просто пророк а der это вот этот пророк слово этот если просто сказать ну меньше а меньше то это просто человек а der меньше это вот этот человек пальцем ткнуть вот на кого я показываю вот это означает что там без артикля стоит в греческом оригинале артикль стоит в русском языке этого нету у нас пишут обоги с большой буквы а у них никак не напишешь потому что они пишут с большой буквы вот плохо у нас пишут и святые и отцы и слово отцы с большой буквы вообще ничего не понимают отец с большой буквы один один и посреди с большой буквы один а других отцов много я родил вас во Христе он пишет это Филимону я его родил в вузах абонисиме люди не понимают это вот пятидесятники они как дети малым умом написано не звать отцом ну тебя отец а мы не зовем отец я говорю а как папочка ну что изменилось ну папочка все равно все понимают что отец папа папа римский что означает отец вот не называйтесь отцом как родоначальники вот Иванов обливал который водой вот он себя я бог земли все он такое ну вот это безумие оно дальше уже и идет надо просто понимать это освободитель с большой буквы только Христос освободитель а тут человеке говорит о царе Николае везде удерживающий теперь дух святой а они о царе Николае втором пишут с большой буквы удерживающий но ничего не знают и это в конце концов выливается в отступничество от Бога моей славы Господь говорит у пророка Исаии никому не дам я Бог и нет иного и славы моей никому не дам продолжаем Галатам 1.4 который который отдал он учитывается от грехов от грехов от которых закон не в силах был избавить как же после этого оставив освободившего вы покоряетесь закону который не оказал никакой пользы не дни лукавы сами по себе так как что же лукавого в солнечном движении или в смене дней и не жизнь наша дурна сама по себе Да и каким образом, когда мы в этой жизни познаем Бога и любомудрствуем о будущей жизни. Но лукавым веком он называет порочные действия и испорченную волю. Подобно тому, как и мы имеем обыкновение говорить, ужасный день провел я, порицая не время, а обстоятельства и действия. Ибо не для того умер Христос, чтобы умертвить нас и изъять из настоящей жизни, а для того, чтобы на остальное время избавить нас от злых действий. Так как сказал выше, что он предал себя за наши грехи, то есть освободил нас от прежде бывших прегрешений, он потом прибавляет, что и на будущее время он дал несомненное доказательство, что избавит нас от худого образа жизни. А закон не очистил и прежде бывших грехов, и против будущих бессилен. Так как они думали, что оставив закон, не повинуются Богу, то он исправляет это предположение их, показывая, что воля Отца освободит их через Сына. «Видишь, не сказал по повелению Отца, но по воле, то есть по благоволению, а назвав Бога Отцом нашим, он опять напоминает о благодетели Христе, который Отца Своего соделал и нашим Отцом. Как же после этого вы отвергаете Его?» Галатам 1.5. «Ему слава во веки веков. Аминь». Не употребляя нигде во вступлении слова «аминь», здесь поставил, показывая, что эта речь им кончена, и что для обвинения галатов достаточно сказанного. И напомнив о неизреченных благодеяниях Божьих, в которых уже заключается осуждение их, как оставивших своего благодетеля Христа, затем, проникнутый изумлением пред всем благодетелем и не находя ничего еще сказать о них, заключает свою речь славословием. Вопросы? «Час прошел, можно задавать вопросы не по теме. У кого есть, пожалуйста, задавайте. Или, может быть, слово «назидание» у кого-то есть?» «Ни у кого ничего нет. Продолжаем. Галатам 1.6. «Удивляясь, что вы, от призвавшего нас благодатью Христовую, так скоро переходите к иному благовествованию, толкованию, показывая, что он имел о них высокое мнение. Ибо, удивляясь, говорит он, что вы, столь потрудившись в вере, так скоро уклоняетесь. Тут две вины. Переходите и скоро. Так что обольстители не нуждались и во времени, что свидетельствует о легкомыслии и приемлющих их учениях. И не сказал «перешли», но переходите. То есть я еще не верю и не думаю, что обольщение уже совершилось. «Пойми мудрость. Так как они, держась закона, думали служить Отцу, то Он говорит, что те, которые держатся закона, удаляются от Отца. Ибо, говорит, от призвавшего вас, то есть от Отца, благодатью Христовую, то есть они оправданы Христом не за делами, а по благодати. Ибо, хотя Сын дарует прощение грехов благодатью, но Отец живет в ней». Вопросы. Голосам 1.7. «Которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Толкование. «Так как обольстители свое заблуждение называли Евангелием, то Он возражает и против этого наименования, говоря, что нет другого Евангелия, кроме того, которое вы приняли. Ибо одно есть Евангелие, содержащее правильное учение, которое я вам проповедал, если бы только некоторые не смущали ваших душевных очей и не заставляли вас видеть одно место другого, желая извратить Евангелие Христово». «Правда, они не все Евангелие не спровергали, а вводили только заповедь о субботе и обрезании. Однако Он показывает, что и небольшая порча не спровергает все Евангелие, подобно тому, как отрубивший небольшую часть от царской монеты делает негодной всю монету. «Заметь, это сказано для тех, которые говорят, что мелочь, что это мелочь и не стоит внимания. А маркианиты, ухватившись за это изречение, говорят, что на этом основании должно принимать не четыре, а одно Евангелие, которое они составили, иное принимая, другое отбрасывая. Вот и Павел, говорят они, утверждает, что одно Евангелие. А что это значит? Как мы говорим, что четыре Евангелия составляют одно, конечно, по их согласию, так и Павел говорит здесь не о числе, а о разногласии им. Так как, говорит он, проповедь этих обольстителей не согласна, посему она не есть Евангелие. Если же бы была согласна, то была бы Евангелие, то есть проповедью апостольской. Таким образом, мнение маркиона – пустая болтовня. Вопросы. Галатам 1.8. Но если бы даже мы, или ангел с неба, стал благовествовать вам, не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема, толкование. Да бы кто-нибудь не сказал, что он по честолюбию восхваляет свое собственное учение, то он из самого себя анафематствует. И так как они прибегали к авторитету и ссылались на Петра и Иакова, поэтому упомянул и об ангелах. Прибавил же слово «с неба», потому что и священники назывались ангелами. Итак, чтобы ты не подумал, что говорит о священниках, он указанием на небо обозначил высшие силы. И не сказал, если противное будут проповедовать, но если нечто малое будут возвещать вам сверх того, что мы вам возвестили. Итак, подвергая анафеме ангелов и себя, он отвергает всякий авторитет. То есть апостол Павел считает единственным для себя авторитетом самого Христа и человеческую дружбу в деле веры. Не говори мне, что твои апостолы проповедуют другого. Я самого себя не пощажу, если не буду благовествовать. И говорит он, это не унижение апостолов, а желая заградить уста обольстителям и показать, что не признает авторитета, когда заходит речь о догматах. Вопросы? Галатам 1.9 Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Толкование. Что бы ни подумали, что сказал он это в гневе и увлечении. Снова повторяет тоже показывая, что так высказался не необдуманно, а твердо и непоколебимо, решив это в самом себе. Вопросы? Вот эти вот слова, Галатам 1.8 и 1.9, как ни странно, эти местописания приводят еретики против православных. И странно, что было в одно время, православных называли еретиками, а еретиков православными. Из-за чего? Они верят по народу, не могут отличить истины от ложи, лжи от истины. Это место одно из самых сильных в посланиях апостола Павла. Мне кажется, что последствия этих слов нельзя было предусмотреть, когда он говорил это слово. Что тысячелетие пройдет, и это слово будет в радость людям. Я когда считаю это место, душа наполняется каким-то ликованием. Да, Павел, ты сказал, ты отстоял эту свободу, не прогибаться перед кем не надо. Противостал апостолу Петру, а в глазах-то людей Петр и Иоанн, это столпы он их называет. Но они, говорит, на меня ничего другого не возложили, и в этом ничего великого нет. Ясно дело, люди, которые были со Христом, а он в это время был гонитель, этим он сильно проигрывал. Но ни на что не смотря, он отстоял эту свободу. И когда я увидел, что они поступают не прямо по истине Господне, я противостал. Вот когда до этих слов я дохожу, считаю, он создал меня вот этими словами. Если бы этих слов не было, моя биография в жизни, может, была бы другой. Я просто вижу, какая грозная сила в этих словах. А сектанты пользуются, но они пользуются правильно. Сатана пользуется, падший поклонист мне, но незаконно пользуется. Когда начинаешь разъяснять, какое ты отношение к этому имеешь. Никакого ты еретик, последователь Допана, Верона и Корея, тебе другого названия нет. Мы церковь, от апостольких времен идем, православная церковь. Вот интересно, я разговаривал уже не с одним человеком, ну мы видим, какие священники там не такие, ну прямо, он-то священник-то это, только у нас священник-то. А когда он одетый в ризе, да еще такая там подрясник, да широкие рукава, ну просто как пугало на огороде-то. И вот батюшка наш отец таким ездил, когда в Австралию-то приглашал его митрополит, а оттуда летела и в Гонконге пересадка. Ну я, говорит, хожу, а там буддисты всякие в щелмах, мусульмане, я никому не нужен. И вдруг лежу, идут два пьяненьких мужика, русские люди, они увидели, о, батюшка, подходит, батюшка, благослови, вытаскивают 100 долларов там или больше, батюшка, возьми, мы денег здорово заработали, вот то другое. Я понимаю, в чужой стране увидеть священника и сложить руки свои, говорится, лодочкой подойти, благословиться, ты все забываешь, какие они есть. Мы были за рубежом, много ездили. Если встретишь где своего человека, храм, это нельзя объяснить. Это как в жаркую погоду, прохладный ветер, холодной воды дали тебе выпить. Поэтому храните веру православную, в ней все. Я говорю не то, как поступают люди, а как написано в канонах, как написано в трудах святых отцов, в толкованиях. Вот на это. Это надо знать, любить. Вот с этим я хотел поделиться. Вопрос от Ирена. Всем здравствуйте, спасибо за ваш труд. Скажите, пожалуйста, если Бог равно любовь, то неправильнее ли считать, что Он не наказывает, а дает нам уроки и наставления в жизни? Почему нужно бояться, а не любить всей душой? Рассуждения человеческие. Бог говорит, в раю еще человек не согрешил, и уже угрожает не просто, что я тебе шалба на лбу поставлю, а в ад пойдешь в день, не завтра, в этот же самый день. Когда вкусишь, смертью умрешь. Адам пал, раскинул руки и лежал бездыханный. Образно сказать. Вот он теперь понял, что такое быть подкаблучником, женщину слушать. И женщина себя обрекла теперь на неравное положение с мужчиной. Почему? Соломон пишет, 1 глава, 7 стих. Начало мудрости страх Господень. Ты хочешь быть мудрым? Ну, любой скажет, конечно. Конечно. А это начало мудрости. Ты помни, что это дает тебе, я мирским языком выражусь, дает тебе возможность быть нравственным, культурным человеком. Когда Яну Златоусту говорили некоторые, ну вот есть верующие, а они хуже, чем неверующие. Он говорит, знаю. Ну и что? Даши-то что? Ну, они лучше. Но теперь давайте рассудим. Вы видите верующих и говорите, что они поступают неправильно. Но у верующего есть три причины быть добрым. Первая. Страх Господень. Ну, допустим, воровать нельзя. Вор царствия Божия не наследует. Он не может брать страх, гиена, огонь. Но если он верующий, я говорю, не просто примазался к церкви, а именно верующий. Он верит больше, как если бы рядом стояло пять милиционеров. Ему не надо это. Второе. Вторая причина быть интеллектуалом, нравственным. То, что за это награда дается. Придите благословенный отца моего. Наследуйте царство, уготовленное вам от создания мира. Это, говорит, ради будущих благ. Ради будущих благ. Но обещание будущих благ содействует спасению меньше, чем угроза. Иоанн Златоуз говорит. Потому что мы ребенку, уходя, не просто говорим, я тебе конфетку принесу, но смотри, если еще разобьешь, вот тебе и ремень ему покажут. Он больше ремня боится. И собака, когда дрессируешь, она тоже этого больше боится. И третье. С помощью свующего благодать Божия. Мы ходим, благословляемся, пьем святую воду, просворы. И страшно сказать. Тело Христово вкушаем. Мы делаемся, как огнедышащие львы, как он сравнивает. И несмотря на это, если человек еще падает, поступает не так, говорит Златоуз. То что спрашивать с того, у которого ничего этого нет, он не верит в Бог, живет как лопух. На холме. И вот теперь Ириши, говорит, может он быть добрым или не может быть добрым. Вывод отсюда надо сделать непременно. То, что есть верующие поступает неправильно, это я знаю. А что неверующие поступают правильно, этого я сказать не могу. Вот как умно ответил. Почему страх Божий нужен? Бог наказывает нас, что мы боялись Его. Боялись для вразумления нашего. И он наказывает так, внезапно болезнь. И внезапно уходит. Возьмите, вот Солженицын уже находился на выставке. И вдруг рак, рак в последней степени. Его вытащили в коридор. Никакой врач не сделает ничего. И вдруг обследования никаких признаков нет. Это осталось загадкой. Ни он, ни врачи никто не мог сказать, почему они знали. Этот герой должен был жить. Должен был написать архипелаг ГУЛАГ. Должен был всему миру показать чудище социализма. Страшную пасть разверстого зева преисподней коммунистов и атеистов. Он нужен был для этого. И Бог его исцелил. Вот о котором я сегодня говорил. Вопреки всем медицинским инструкциям. Любой врач скажет, это не может быть. Не может быть. Мертвы врачи признали. Сердце остановилось. Прямая линия. Осциллографы все там не работают. Ничего нет у него. Ни дыхания, ничего нет. Их пока везли в машине, вдруг он ожил. Как это может быть? Как у святых иногда было, говорит. Голову отсекли. Он взял ее под мышку, голову. И пошел, и перешел на другую сторону реки. Там по мосту или как. Лег и умер. Да не может быть. Может. Вот казнили, которые считались предателями. Недавно я про них считал. Ну, некоторых он увлек сам этот герцог. А потом он говорит, который казнит король. Скажи. Вот. Меня первого не казни, а казни последнего. Если мне голову отсечете, и я ничего не сделаю. Значит, все правильно. А если... А их было 9 человек. А вот если я схвачу голову свою, отрубленную, и пробегу этот ряд, то ты поймешь, что ты не казнишь их, помилуешь. Ты... Я принял на себя вину, но я не виновен. И так случилось. Стояли люди. Все. Ему отсекли голову. И он безголовый схватил и пробежал, упал. Пробежал ровно столько, сколько занимали место 9 человек его сотрудники, приговоренных к смерти. Их всех помиловали. Вот какие чудеса бывают. Так что кое-что можно и знать, кроме Священного Писания. Страх Божий – начало мудрости, венец мудрости. Все везде страх. Почитай слово. Заряди страх Господень. Ты увидишь ни один, ни два раза, десятки раз. Меня ли вы не боитесь, говорит Господь Бог. Я прикасаюсь с горам и горы дымяться. Убойтесь. Устрашитесь. И все время Бог кары. Я наведу на вас меч, лютый, плен. Итак, покайтесь. Без страха Божьего ничего в этой жизни нет. Но совершенная любовь изгоняет страх. Где? На небе. Когда она совершенная будет. А у нас любовь несовершенная. И Павел говорит. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение к филиппийцам. Итак, почтите сына, чтобы он не погубил вас. Со страхом. С трепетом. Опущен медолу в глаза. Трепетный голос, говорит. Мы всем показываем, что мы боимся. И этот человек приятен Богу. Вот все, отошел. Еще вопросы, пожалуйста. Есть? Есть. Есть. Я не объявил. Некоторые не знают. Вчера у нас знаменательный день. Мы насчитывали Новый Завет. Блаженов и Филактор. Техтомник. В прошлом году начали. Нынче мы закончили его. Я еще давал новые комментарии. Добавлял к этому. Закончили вчера. Полностью. И теперь вот, когда дойдем мы до этого, до Евангелия от Марка. И будем это все выставлять. Ну, считали так. Слабенько очень. Ребята не счастливцы совсем. Ну, все-таки мы его добили. У кого ничего нет, он может тогда слушать. Слушать. Это много значит. Ему не надо считать. Глаза утруждать. И включи где-то. И ты будешь слышать звук. На кухне будешь работать. И слушать одновременно. Я подсчитал там. Техника помогла. Наш Новый Завет. Больше, но с толкованием. Больше Нового Завета, который в Библии. Который прям непосредственно. Без толкования. В 7,37. Вот такая точность. И там еще десятые тысячные где идут. Статистика показала. То есть наш трехтомник. Почти на миллион знаков. Больше всей полной Библии. С толкованием имеется ввиду. И с комментариями. Так что вчера для нас был знаменательный день. Мы благодарим Бога. Так. Продолжаем. Галатов 1,10. У людей ли я ныне ищу благоволение? Или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым. Толкование. Он намеревается защищаться против того, в чем его обвиняют. Однако, чтобы они не возгордились, как судьи своего учителя, он говорит. Не думайте, что я защищаюсь перед вами или стараюсь убедить вас. Нет. Вся мысль и речь моя направлены к Богу. Посему и пишу это не с той целью, чтобы добиться славы у вас и иметь учеников, но с тем, чтобы быть правым перед Богом относительно догматов, а не из желания угождать людям. Или же так, поскольку клеветали на него, что одним он проповедует одно, а другим другое, и приноравливается к людям, то он спрашивает их, людей ли я стараюсь уверять и им угождать, или Богу. Ибо если бы я желал людям угождать, то непременно бы делал то, что вы говорите. Доказывает, что он не заботится об угождении людям. Да и зачем бы он стал или льстить им, или проповедовать одним одно, а другим другое. Ведь если бы он об этом заботился, то не отступил бы от иудейства и не обратился бы ко Христу. Не пренебрег бы родственниками, друзьями такой славой. И не избрал бы преследования опасности и бесчестия. Вопросы. Я хотел спросить, Сергей, вот иногда тут пикает многократно, то ли кто-то просится к тебе, прямо все занятие пикает и пикает. Пикает, это люди пишут в этот самый, в чат, да, сообщение. Ну у меня такое впечатление, будто бы кто-то просится еще. Нет, никто не просится, люди пишут в чат. Ну ладно. В чат общаются. Но я бы не рекомендовал вам, когда занятия идут, переписываться. Слушайте внимательно, что мы читаем. А потом уже занятие закончится, потом уже переписываетесь. Да нет, это у меня просто скайп с телефона, а я не успел отключить связь эту такую, мобильную. Вот, и получается смс-ка идет какая-нибудь, я вот оповещение отключить не могу. Это мне надо сейчас все закрыть, закрыться, выйти. И вот так. Короче, это моя вина. Ну, вообще микрофон не можешь отключить. А, ну могу, наверное. Ну отключай микрофон, она не будет пикать. Это я вас буду слышать, а вы меня нет. Да. Все, пробую. Пошевели губами, скажи что-нибудь. Не слышим, все хорошо. Но почему-то рамка синяя остается странно обычно тогда. Все сейчас нормально. Вот. Так, еще вопросы есть у кого? Нет, да? Сергей, еще вот Василий, вопрос. Это, получается, новая группа создалась? Почему у меня, я ждал-ждал, мне иначе не стало звонить? Обычно же всегда в 5 часов там без 5 звонят. Ну, в 4 по-вашему. А сейчас что-то не стало звонить почему-то. Я уже потом написал, смотрю, ты в сети, думаю, нет занятий что ли? И потом раз, уже ты меня соединил. Да. Я, видишь, группа максимум 24 человека. Вот. Я могу максимум одновременно звонить сразу 24. Вы должны это понимать. Но по поводу я еще людей, которые в сети добавляю, и у меня получается, например, 28. 28, и когда я, я не могу сразу 28, поэтому я 4 должен убрать. В это число сегодня ты попал. То есть я тебя убрал до 24, всем позвонил 24, а потом остальных добавил. Да, понял, все понял. В общем, если не звонишь, то самому надо тогда туда писать. Да, и всем объявляю. То есть, если я не звоню, а вы хотите, пишите мне, я вас подключу. И вообще, всем желательно, всем писать, чтобы я знал, что вы хотите заниматься. А то мне, вы сроду не хотите, у вас свои дела, я вам названиваю, тоже не дело. Поэтому у меня просьба за 5 минут, за 10, там, за 15. Сергей Павлович, я готов. И все. А то, видите, программа такая, если бы была бы она резиновая, то и вопросов бы не было. А то мне каждый раз приходится до 24 подчищать, потом заново набирать. Это весьма удобство, неудобство. Я должен и читать, и группы набирать, и паузы такие делаются, получается. А вопрос? Пишите мой труд, просто заранее пишите. Я готов. Если вы в группе, то понятно. Вопрос. Да. А воскресенье как, будет, нет? Нет, так, стоп. Воскресенье. Ну а почему нет-то? Игнать Тихонович, воскресенье в 6 часов, Пасха, проведем занятия? Конечно. Ну, а почему нет, это же не утро. Это сегодня. Интересно, сегодня один говорит, там, сбросил. Романа говорит, поздравьте сегодня с днем космонавтики. 12 апреля. Так интересно. Он не признает космонавтов, он не признает, что Земля шарообразная. Поздравьте его. А в скобках написал, смеюсь, говорит. Неудобно я смеюсь тоже. А я Виктора сбросил, ну там, поздравь его. Что Юрий Гагарин не летал, ни одного космонавта не было. И они говорят, поздравь его. А так он не верит в это. Он считает, масоны дурят это все. На Луне не были. И Королева этого не было никакого. Это все выдуманное. Вообще такая легкая программа, ничего не было. Один я. Вы помните, Валан когда беседует с ним и говорит, есть Бог, Бога нету. Ну а черт-то есть. И черта нет. Ну это тоже есть, братья Кармаза. Надо же, ничего нету. Нету. Ни Бога, ни черта. Все есть. Есть зло и добро. Так, и еще по утренним, вечерним молитвам надо нам определиться. Вот. По Москве это молитва, значит, в 0.45 и в 17. Вот. Если кто желает молиться, тоже мне пишите в скайп, в личку. Хочу молиться. Вочерние молитвы. Ты им объясняешь, что вочерние молитвы с разъяснением. Мы закончили тему война. Я прилагать буду сейчас о русском языке, чтобы молиться. Каждое молитву впереди после начала, делая вступление. И такое немаленькое вступление-то. Бывает иногда около 70 минут. Да. Очень назидательное выступление. Всякий раз. То есть мы не просто молимся, да, еще и назидание, конечно. Очень полезное. И весьма полезное, касающееся молитвы. Потому что надо знать, о чем молиться в первую очередь. И ученики Христовых говорят, научи нас молиться. Поэтому, если хотите научиться молиться и знать, о чем и как, милости просим. То есть 0.45 в Москве и 17.00 в Москве. Пишите мне, хочу помолиться. Иван Атюшкин поднимает руку, посмотри. Давай. Да я хотел сказать, это вот по Москве 0.40 у нас получается. Да. Ну, а вот в 4.40, ну, в 4.30 я всегда встаю утром, ну, перед работой. И вот как мне, получается, если в 0.40 и в 4.40, это же все одна утренняя молитва же. Но вы, если молитву уже совершили, вставайте не в 4.40, а в 6. То есть это время, которое ночью потратили на молитву, вы сместите в графике своем утром, вставайте попозже. Нет, нет, я встаю всегда в 4.30, утреннюю молитву делаю и иду на работу. Но вот если с нами хотите соединиться, то вы встаете раньше, я вот про что говорю. 0.40, да, 0.40. Поэтому свой график тогда, если вам желательно побыть с нами вместе на молитве, тогда сон свой продлите дальше, чтобы вы не были заспаны на работе-то. Ну да. Так ты в 0.40 помолился сразу, и тогда будешь вставать не в 4.40, а на полчаса позже, у тебя то на то и выйдет. Да, так тоже. Все, успел тогда, чтобы позавтракать. Если вы ночью с нами вместе молились, вы этот ресурс от 4 до сколько у вас уходит до ухода, то вы это сделаете, чтобы не опаздывать. Молитва не должна быть в изменении вашего главного, что там у вас работа где есть. А у нас это недолго будет, еще немного и все. Я уезжаю, потеряю по на 4 месяца, по скайпу ни одной беседы не будет, уже все, оттуда не соединишься. Он имеет в виду, Игнатьич Иванович, что как можно после молитвы ложиться, надо сразу идти работать. Но если он с нами встает в ночь 40... Нет, он не про себя говорит, вообще про молитву, про утром. Если утром в 4.40, то уже никак, чтение Слова Божия. Если ты живешь по-вашему, именно по-вашему в 4.40, это уже все, это уже встал. Тут уже никто не ложится. Я именно о том, что вы, если хотите войти в наш режим, то тогда так вот сделайте, уже утром не вставайте в 4.40, а встаньте в 6, чтобы компенсировать. Организм не требует. Не надо лишнее набирать на себя, а то так возьмете и надсадитесь. Не, нормально. Ну что, давайте помолимся и до пятницы. Спать помолимся. Спать помолимся. Спать помолимся. Спать помолимся. Да, ты, пожалуйста, помолитесь. Любящий наш Отец Небесный, мы предстали перед Твоим величием. Благодарим Тебя за прошедший день. Сколько милости Ты нам оказал. Ты снова нам наполнил о вечности. Ты дал нам святую возможность заниматься Словом Твоим. Воздай милости всем, кто содействовал этому. И распусти нас с миром, чтобы слышанное доброе семя дало добрые ростки. Мы просим Тебя, Господи, пошли добрые жители с детьми в селение наше и сохрани школу. Посети узников, томящихся за Слово Твое, попираемых и убиваемых. Дай им силу все претерпеть и откроем двери рая. Сохрани правителя от покушения на них. Патриарху, епископам, священникам и пастве даруй духовное рождение свыше. И водительство Духом Святым. Тебе, Господи, слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Слово. Аминь. 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 Аминь.